еще вот у меня две полоски кринолина и я одну полосу относительно другой сейчас как бы буду присборивать вот таким образом чтобы у меня был плавный переход та полоса которую я буду присборивать она у меня под до внизу то есть вот это которая будет идти просто как идет она у меня сверху длина шага у меня 3 миллиметра и что я делаю на эту просто прикладываю руку а эту как бы подаю вперед и смотрю чтобы у меня нахлёст был более-менее одинаковый кринолин дело такое что он такое не неустойчивые он очень подвижный и здесь на самом деле в принципе можно сделать длину шага поменьше тогда будет полегче строчить принципе на то очки нормально то есть вот это давление на кринолин оно должно быть постоянное равномерное то есть сила должна быть одинаковая здесь не нужно торопиться таким образом получается она уже изгибается вот это будет самый короткий край который будет втачиваться в манжету и и я потом еще при посажу то есть вот еще с одной сделаю да и потом меня будет вот здесь еще полоса вот видите какой видите имеет кринолин теперь прям загнулся и сейчас беру еще одну то есть еще один слой буду делать пришивать буду к большему краю которые вот загнутой вот это у меня серединка я ее тоже буду посаживать чтобы у меня в итоге получился такой кругляш шарик и тоже получается вот эту крайнюю я положу сверху и вот эту буду посаживать меня с этой стороны удобнее при посаживать поэтому здесь у меня получается две полосы здесь одна полоса эта полоса наложена на эту полосу ты сама начала я начинаю посаживать вот с этой полосой я не делаю ничего то есть я ее не растягиваю не стягиваю ничего не делаю вот она у меня как идет так и идет только вот эту посаживаю в итоге вот этот средний кринолин его прям должно распирать от гордости что он середине в общем то так до конца покажу если будет видно вот видите вы уже под выпирает понемножечку и вот сейчас я буду прикреплять регелин жесткий у меня сантиметр шириной даже наверное 12 миллиметров он очень жесткий и я его буду прикреплять с помощью бифы полоски бифлекса то есть сначала я дам строчку вот таким образом то есть я под слева права найду под кринолин не на кринолин а под кринолин кладу бифлекс не кладу на кринолин потому что когда буду строчить по бифлексу он будет растягиваться а мне нужно чтобы он был статичный и я делаю сначала строчку достаточно близко к краю примерно на 2 миллиметра от края по той стороне не вот с этой стороны а вот с этой стороны то есть там где у меня короткая полоса кринолина идет и стараюсь уложить бифлекс таким образом чтобы у меня строчка соединяющая кринолин две полосы чтобы она была посередине мне сейчас никак не показать это на машинке потому что если я начинаю строчить у меня просто телефон падает я думаю что это понятно то есть я даю строчку по бифлексу вот с этой стороны прям по всей длине здесь я ничего не посаживаю не растягиваю то есть вот она мне как будет идти так и будет идти вот я пристрочила то есть у меня одна сторона свободно и я сейчас туда под низ вкладываю регилин и уже даю строчку будут с этой стороны главное смотрите чтобы у вас регилин заворачивался в одну сторону по спирали чтобы и одна и другая страна они были в одну сторону я надеюсь вы поняли что я хочу сказать есть по строчу и покажу даю строчку вот опять же у меня кринолин сверху все что я пристрачиваю у меня внизу такая не видите получилась колбаса на две части разрежу у меня два будет фонарика и и хочу сказать то есть вот я пристрочила на самом деле можно было сделать все гораздо проще это я уже поняла потом когда все сделала то есть можно было без без регилина пристрочить полоски бифлекса с одной и с другой стороны а регилин просто вдеть потом это очень легко сделать единственное что кончик регилина нужно будет обязательно чем-то запаковать потому что он состоит из очень жесткой лески и леска может задеть за кринолин и порвать его либо порвать либо затянуть край кринолина я запаковала то есть вырезала просто бифлекс шириной 4 сантиметра вдвое обернула и отстрочила удалилась видео поэтому показываю уже последствия когда я это сделала теперь не нужно так и вот в один из срезов я вставила регилин той длины которые мне нужно вставила уже то есть он у меня получается видите немножко длиннее выглядывает я вот так растяну и и закреплю его чтобы у меня вот такой силуэт был в итоге к этому срезу я один манжет уже решила сейчас буду ко второму сейчас попробую показать какие это дело на самом деле на камеру не то что неудобно мне удобно просто она все ездит и я не понимаю будет видно или нет тут у меня регилин конечно очень сложно булавкой закрепить обычно после этого я булавки выбрасываем потому что они тупятся и гнутся так и второй конец далее нахожу середину у самой манжеты и примерную середину у кринолина здесь примерно потому что он действительно такой велозит манжета узкая из бифлекса длина кринолина здесь примерно даже не знаю сантиметров наверное 55 то есть видите вот на это расстояние мне нужно вот это расстояние посадить видите как у меня тут все работает так стоять что я делаю каждый раз получается я ищу середины хотя бы приблизительные не знаю что подложить чтобы это не падала то есть примерную середину у кринолина примерную середину у того участка который мне остался манжеты и прикалываю потом оставшиеся опять же середину с оставшейся середины это все очень примерно и очень все условно тем более что это манжета у меня которая узкая которая идет на запястье то есть вот эту я пришивала это та манжета которая пошире и она идет вот повыше локтя у меня здесь в принципе получилось без ну практически до без защипов где-то не есть незначительные здесь у меня конечно будут защипы однозначно но здесь по-другому никак если у вас получится без защипов напишите какое-то сделали вы для меня будете космическим человеком то есть если брать объем кринолина меньше длину до по окружности конечно у ляжется более правдоподобно вся эта конструкция и очень сложно собирать на самом деле то есть это не для слабонервных идеально здесь получится ну вот супер супер идеально вряд ли получится есть только вы сделаете я не знаю что таких рукавов вы поймете принцип для меня здесь важно понятно что я делаю максимально аккуратно да насколько могу здесь для меня очень важно чтобы конструкция держалась чтобы она держала ту форму которая нужна чтобы она была статична это первоочередная задача и чтобы был тот объем который мы задумали с клиенткой потому что если был бы меньше объема фонарика это сделать было бы гораздо проще у нас будет вот так вот я приколола и теперь я буду строчить по по бифлексу кринолин у меня будет внизу еще важный момент я забыла о нем сказать то есть я сейчас приколола к внутренней стороне то есть сейчас объясню вот у меня фонарик и у меня эта часть которая сверху до которая за так будет так то есть у меня вот эта часть будет подшиваться на руках потому что если я при строчу вот с этой стороны то я потом внутреннюю сторону на руках я ее просто физически не подошли потому что фонарик вывернуть на левую сторону это нереально будет кринолин не даст этого сделать ну а если вы выверните он просто вот здесь может весь расползтись его вы выделит если можно так выразиться то есть вот я приколола видите здесь очень большое напряжение очень большое натяжение поэтому очень сложно сделать аккуратную ровную строчку чтобы кринолин был ровно и здесь чтобы был ровно я постараюсь вот я пристрочила сюда блестит замечательно вспышки так дальше что я делаю еще очень важный момент когда я вставляла ригелин ригелин имеет изогнутую форму вы видели да он скручен по спирали и он как бы изогнут и я его вставлял таким образом чтобы он не вот так то есть его естественный прогиб не вот такой а вот наоборот внутрь почему я это делала потому что если я его поставлю вот так выгнутым то когда будет то есть вот эта часть она будет давить на руку и с этой и с этой стороны а таким образом когда он наоборот выгибается да она давить ничего не будет но тем не менее из-за того что манжета будут сидеть туго и у фонарика будет ограниченное расстояние до он волей-неволей будет выгибаться то есть он внутрь не выгнется он будет выгибаться все равно сюда а кончики будут заворачиваться наверх но это тоже очень важно для удобства так дальше что я буду делать дальше у меня так отрезаны отрезана резинка нужно и ширины нужной длины таким образом что у меня нахлёст 2 сантиметра я сейчас с более узкой начну то есть вот я ее прикладываю сверху ой омочки оборачиваю здесь у меня подгибка я когда буду зашивать я вот это все подберу этого ничего видно не будет и с другой стороны просто оборачиваю тоже с погибкой ой резинку забыла как вы видите все очень не очень удобно не то то есть вот здесь это уже как вы придумаете да насколько это возможно максимально все это скрыть аккуратненько сделать здесь конечно будет здорово из господи прошу прощения чем не падает если вам кто-то поможет потому что вот двух рук реально не хватает то есть вот это растянуть и сколоть там в серединке где-то мне сейчас помочь никому поэтому я одна тут извращаюсь тут самое главное попасть хотя бы с бифлексом и желательно не не прикалывать саму резинку чтобы она свободно ездила в общем сейчас я тут поразвлекаюсь с этим местом я думаю это понятно смысл да что что-то почти что вот этот момент приколоть максимально равномерно да насколько это возможно в данной ситуации и затем подшить на руках это все дело и теперь накладываю одну сторону другую таким образом что ригелин у меня вот здесь внутри сверху получается и как раз у меня получается нахлёст 2 сантиметра которые я и оставляла для резинки то есть я с одной стороны да и с другой все это делаю и сейчас буду пришивать прям по всей длине заодно буду убирать эти белые места хотя у меня здесь потом стразе мы пришли чтобы не было видно совсем ничего так Продолжение следует... Здесь, конечно, вот вообще наступает неудобно-неудобно, потому что и рукой туда особо не подлезть, внутрь я имею ввиду. Справиться можно. Здесь еще также важно, чтобы эти линии совпали. Да? Ах... То есть я сейчас буду по этой стороне. Потом здесь перейду на нижнюю сторону и буду уже... То есть вот так, если посмотреть, видите, да, внутренняя, которая без ригелина, она отстает, и я ее тоже буду подсоединять. То есть чтобы обе... Обе стороны были пришиты друг к другу. Здесь еще самое важное, что когда вы подцепляете, обязательно подцеплять нижнюю тесенку из бифлекса. Не кринолин только, а именно... Вот очень сложно показать это. Вот пока у меня палец туда залазит, да? То есть не только кринолин, но и нижнюю тесенку обязательно. Потому что если вы будете верхнюю, ну, грубо говоря, да, условно говоря, тесьму, в которой стоит ригелин, подцеплять только за кринолин, кринолин весь разойдется очень быстро. То есть пока вы дошьете до конца, он уже весь вылезет. Поэтому обязательно подцеплять. Можно туда руку одеть пока в эту банку. Но все равно неудобно не согнуть здесь никак. И сгибать-то особо нельзя, потому что кринолин вещь такая. Он красивый, из него можно кучу всего сделать. Но с ним нужно очень аккуратно работать, чтобы он не расползся. Благо, что это расстояние небольшое. Здесь вот уже можно за вот эти тесенки цеплять, прикреплять. Ну вот. Готово. Готов сам фонарик. И теперь... Я буду обшивать его буа. Ну то есть по сути... Все закроется. Видно ничего не будет. Будет пушистик. Я вот один почти сделала. Осталось чуть-чуть дошить до верху. Вот здесь будет тот район локтя. Так. Да. Вот мне осталось немножко подшить. И для ориентира... Ну и для ориентира, и для того, чтобы закрыть вот этот шов. Шила стрази на большую. Вот в районе запястья ничего не стала пришивать, потому что как бы рука все равно будет практически вот так. Все время. А здесь оставила более голое место. Это то место, где будет рука ложиться на партнера. Поэтому здесь перо не стала делать. Ну его все равно не будет видно. А когда будет рука не на партнере, то тоже не будет этого видно. Поэтому... Такая красота. Вот. Хорошо. Да. Да. Хорошо. Каковы Мин orphan... Продолжение следует...